Виктории Владимировой из Башкирии в первом потоке поступить не удалось. У нее всего 230 баллов. Сегодня в приемной комиссии обнадежили. Этого должно хватить, чтобы ее зачислили на исторический факультет во вторую волну. Хотя конкурс здесь по-прежнему высокий. На место претендует 35 человек. Я вообще хотела стать дипломатом, но на международные отношения не захожу. Поэтому политолог – это тоже как государственная специальность. Поэтому я хочу туда поступить. Ажиотаж традиционно на экономе. 7 мест уже заняли высокобальники и льготники. Еще 10 пока свободны. Вообще шансов поступить во вторую волну на бюджетные места в УДГУ в этом году больше, чем в прошлом. Самих бесплатных мест на 70 больше. В итоге у нас сейчас зачислено на бюджетные места по очной форме обучения бакалавриата и специалитета 570 человек. Это чуть больше половины от всех бюджетных мест, которые мы имеем. 100 мест сразу заняли льготники. Сева Рылов надеялся поступить в питерский ВУЗ. Но не хватило баллов. Хотя по меркам нашего ВУЗа они вполне приличные. Здесь его без вопросов зачислили на факультет иностранных языков. В Питере было очень сложно, потому что места для гуманитарных в этом году очень сильно урезали. И поэтому в Питер было очень сложно поступить. Тем более туда поступали очень многие с очень высокими баллами, намного выше, чем у меня. Поэтому конкуренция там очень большая. Поэтому я не получил, что не смог. А вот в местные ВУЗы ребята с заоблачными результатами ЕГЭ подавать документы не торопятся. В ЖГТУ, например, в этом году нет ни одного стубальника. Максимум же второго потока колеблется от 260 до 280 баллов за три экзамена. Самые маленькие проходные баллы в приемной комиссии прогнозируют и на тех специальностях, где нужно было сдавать ЕГЭ по физике. Небольшой конкурс на технические специальности привлек ребят из соседних регионов. 50% абитуриентов на этот раз приезжие. В основном у нас приезжие из ближайших, это вот Адрыс, Нефтекамск, вот эта сторона. Из Пермского края, это в основном из района Чайковского. Но у нас есть разочисленные ребята, география большая по России. Один человек из Архангельской области, один из Самарской области, один из Краснодарского края, из Ленинградской области есть. Результаты второй волны зачисления станут известны 10 августа. Успеть подать документы абитуриенты должны до вечера пятницы. Анна Ковырзина, Лаврентий Павлов, телеканал «Моя Удмуртия».